1600 молодых специалистов по сельскому хозяйству покинут в этом году стены Волгоградского аграрного университета. Сегодня здесь состоялось вручение дипломов. Некоторые из них приняли решение вернуться в свои районы и заниматься развитием агропромышленного комплекса непосредственно у себя в глубинке. Такие выпускники вместе с документом об окончании вуза получили на руки и жилищные сертификаты, рассказывает Мария Иванченко. В зале Волгоградского аграрного университета торжественно и волнительно. Вчерашние студенты готовятся получить один из главных в жизни документов – диплом о высшем образовании. На молодых специалистов возлагают огромные надежды. Возможно, именно они предложат новое решение в борьбе с засушливым климатом нашего региона, разработают стратегии по повышению урожайности или будут поднимать животноводство. Я надеюсь, что новый взгляд молодежь принесет. Конечно же, в новое видение, наверное, какой-то импульс они придадут этим отношениям. Надеюсь, что все-таки. И самое главное, что идут дети сегодня, ну, не хочу обижать старшее поколение, но все-таки более современные, более подготовленными. Мы связываем с ними определенные надежды. В нынешнем году из стен аграрного университета выходит более 1600 новоиспеченных специалистов. Юлия Крайникова закончила вуз с красным дипломом по специальности технолог производства и переработки сельхозпродукции. С местом работы девушка пока не определилась, но уверена, проблем с трудоустройством не будет. Я уже хотела собеседование. Наша профессия на производстве, в общем-то, ну, как востребована моя. И сельское хозяйство сейчас идет на этапе возрождения. Так что, так что, все хорошо. Я думаю, будет все хорошо. А вот Анастасия Белова приступит к работе уже в ближайшее время. Выпускница намерена трудиться на кондитерском предприятии. Мне нравится печь. Для меня это несложно. Потому что, как бы, мне нравится заниматься переработкой, хранением продукции. Тем же выпускникам, кто после окончания вуза решил вернуться в сельскую местность, вместе с дипломом вручили жилищные сертификаты. Сумма государственного пособия на покупку собственного дома от 200 до 800 тысяч рублей. Мария Иванченко, Василий Кострыгин, телекомпания Ахтуба.